В Стамбуле с участием первых леди многих стран состоялся саммит на тему «Единое сердце для Палестины». На мероприятии, прошедшем во дворце Долма Бахче, было представлено видеообращение первой леди Азербайджана Мегрибан Алиевой. Уважаемая Амина Ханым, уважаемые участники заседания, прежде всего хочу выразить глубокую признательность первой леди Турецкой Республики и уважаемой Амина Эрдоган за приглашение принять участие в этом мероприятии. Особо отмечаю, высоко оценивают деятельность уважаемой Амина Ханым в гуманитарной и социальной сферах, в том числе ее вклад в вопросы оказания помощи гражданским лицам, женщинам и детям, страдающим от военных конфликтов. Турецкая Республика, отмечающая в этом году 100-летие своего образования, является могущественным государством, добившимся важных достижений во всех областях и обладающим большим авторитетом на международной арене. Братская Турция, всегда выступая на стороне мира и справедливости, вносит важный вклад в обеспечение стабильности и безопасности в регионе и мире. Азербайджано-турецкое братство и единство сегодня находятся на самом высоком уровне. Уважаемые участники заседания. Расширение день от дня масштабов напряженности в зоне Палестино-Израильского конфликта, который становится причиной еще большей человеческой трагедии, вызывает серьезную озабоченность. Каждый из нас глубоко потрясен невыносимыми человеческими страданиями, которые мы наблюдаем с болью в сердце. Крайне прискорбно, что больше всего от этого вооруженного противостояния страдают гражданские лица, особенно женщины и дети. При проведении военных действий необходимо соблюдать международное и гуманитарное право. Выражаю соболезнования близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Азербайджан поддерживает призывы к немедленному прекращению боевых действий и проголосовал за принятую Генеральной Ассамблею ООН в октябре резолюцию, связанную со сложившейся напряженностью. Наша страна выступает за разрешение Палестино-Израильского конфликта на основе принципа двух государств в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН. В период нашего председательства в движении неприсоединения с 2019 года мы постоянно уделяли внимание палестинскому вопросу. Верю, что начало деятельности представительского офиса нашей страны в городе Рамалла в этом году придаст импульс развитию азербайджано-палестинских отношений. За последние 10 лет наша страна неоднократно оказывала гуманитарную и финансовую помощь по линии Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. В то же время в Азербайджане был проведен ряд международных мероприятий с целью привлечения политической и финансовой поддержки Палестине. Среди них я хотела бы отметить учредительную конференцию Исламской сети финансовой безопасности с целью оказания помощи государству Палестина и донорскую конференцию по поддержке развития города Иерусалима. Палестинская молодежь получает высшее образование в нашей стране на основе стипендий, предоставляемой азербайджанским государством. Школа, которую Азербайджан построит в Палестине, станет очередным проявлением нашей поддержки палестинскому народу. Нынешний кризис, с которым столкнулись обладающие широкими полномочиями международные институты, препятствует решению важных вопросов. Этот кризис, имеющий глубокие корни, является еще одной темой для обсуждений. Хочу подчеркнуть, что в современный период неразрешенность военных конфликтов во многом обусловлена избирательным применением международного права. Двойные стандарты и предвзятый подход создают условия для еще большего обострения этого кризиса. С целью введения в заблуждение общественного мнения и манипуляции международным правом посредством предвзятых медиаплатформ распространяются лживые истории. Еще же более опасны случаи злоупотребления моральными ценностями с целью манипуляций. В результате 30-летней агрессии Армении против Азербайджана наши территории были оккупированы. Около миллиона наших соотечественников были изгнаны со своих исконных земель, разрушено более 300 городов и сел. Уничтожено наше религиозное и культурное наследие. Из 67 мечетей на наших оккупированных в свое время землях 65 были полностью разрушены. Хотела бы с сожалением отметить, что 4 резолюции, принятые Советом Безопасности ООН в 1993 году на протяжении 27 лет, оставались на бумаге. В ходе 44-дневной отечественной войны в 2020 году Азербайджан сам освободил свои земли от оккупации, а в результате антитеррористической операции с сентября этого года полностью восстановил свой суверенитет, положив конец присутствию и остатков армянских вооруженных сил и сепаратизму. В завершении выступления хотела подчеркнуть, что даже в самые трудные моменты человечество не должно терять чувство сострадания. Поэтому еще раз выражаю глубокую благодарность, уважаемая Эмиль Наханем, за организацию этого важного мероприятия и приглашения.